Сосредоточиться именно на многоквартирных домах у пожарных на сей раз была довольно веская причина, ведь пожары, которые время от времени случаются у маргиналов, грозят не только им, но и десяткам их соседей. Контингент, с которым предстояло работать в рейде, в МЧС охарактеризовали так. Одинокоживущие граждане, которые ведут социальный образ жизни, злоупотребляясь спиртными напитками, может в помещениях, в квартирах, в домах возникнуть пожар. Распространенные причины – это неосторожное обращение с огнем при курении. Это один из таких домов. Жильцы подъезда до сих пор в ужасе от недавнего пожара. Мне сказали, что это от сигареты, что он заснул типа сигаретой. Вот только посетить нехорошую квартиру инспекторам на этот раз не удалось. К стуку в дверь живущие за дверью оказались глухи. И зэки, и наркоманы, и я не знаю кто там, понимаете. Там каждый день битвы, крики. Я не знаю, что они там делают. В этом подъезде тоже есть проблемная квартира. Жильец до отказа набил ее мусором. Вы запустили квартиру, что может привести к возникновению пожара. Какого пожара? У меня все отключено. Беспорядок в жилье мужчина объясняет пожатнувшимся здоровьем. Я бы скользнулся, сильно упал, ушиб. Я бы справку не могу сказать. Впрочем, разжалобить полицейских этому гражданину не удалось. Материалы направлены в жилой инспекцию для привлечения данного гражданина к ответственности по статье за порчу общедомового имущества. Еще один адрес хозяин жилья своей тяги к рюмке не отрицает. При этом из сигареты даже в комнате не расстается. Выпиваете, да? Ну, вы выпиваете. Ну, я же такой живой человек тоже и выпиваете иногда. Ну, не запустили. Ну, вы знаете, что когда вы выпиваете, курить ни в коем случае здесь нельзя. Вы можете и заснуть сигаретой. Понимаю. Впрочем, на понимание пожарные и полицейские не слишком-то рассчитывают. Как показывает практика, большинство пожаров, случающихся в таком жилье, относятся скорее к предсказуемым, чем к неожиданным событиям. Иван Суверин, представитель пресс-центра МЧС, телеканал Первый областной.